МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Совсем недавно, по-моему, два дня назад был День работника культуры. Поэтому, в общем, продиктовано было этими всеми событиями. То, что мы сегодня будем говорить о том, как в Одинцовском районе дела обстоят с культурой, с искусством, с доступностью людей ко всем этим благам. Вообще, принято делить материальное и духовное. На самом деле, я прекрасно знаю, что ни духовного без материального не бывает, к сожалению, может быть, а может, к счастью. Ни материального без духовного. Поэтому здесь, на мой взгляд, это связано. И, наверное, наш разговор об этом тоже пойдет. Потому что все равно все, что духовное, и театр, и искусство, требуют поддержки и административной, и финансовой. Как вообще сейчас обстоят дела в районе? Вы знаете, я хотел бы коснуться, прежде всего, той большой армии, которая у нас работает. Это все наши работники сферы культуры. Их более двух с половиной тысяч. И действительно, позавчера мы поздравляли их всех с профессиональным праздником, Днем работника культуры. Делал я это в ДК в Успенке. И как раз и награждал самых выдающихся наших сотрудников, которые достигли высоких результатов. Очень много профессиональных, компетентных людей, прекрасных специалистов. И в целом, хоть вы и затронули эту тему, конечно, важны и стены, важны и помещения, и сами здания, и библиотека, и домов культуры. Но без тех уникальных специалистов, которые там работают, конечно, культура быть не может. Это же, наверное, как любая сфера. Сделаны нужны люди и профессионалы. Совершенно верно. Не только в Одинцовском районе, но и в целом в России, да и, наверное, в мире. Наша система состоит из 37 домов культуры. У нас 44 библиотеки. У нас 9 школ дополнительного образования в сфере искусств. У нас 4 парка. И театр Натальи Бондаревой, наша концертная организация. Объединение со Звенигородом нам добавляет еще 3 библиотеки, музыкальную школу и еще один парк. Вот такая огромная у нас система, которая эффективно работает. И муниципальная система культуры, сфера культуры, это, конечно, очень интересная, яркая, разнообразная система, которую, кстати, они все знают. Очень, я считаю, большой пробел в том, что мы не информируем наше население, не делаем это качественно. Поэтому многие наши родители выбирают какие-то частные секции, кружки. Платные, естественно. Платные, да. Не понимая, что есть рядом шаговой доступности дом культуры, в котором, скорее всего, и более опытный и профессиональный руководитель, и более разнообразный набор тех же секций, кружков, всевозможных объединений, клубов. Они датируются? Да, вся эта система на бюджете находится, поэтому все услуги предоставлены, большинство услуг предоставляется бесплатно. Конечно, есть какие-то элементы за дополнительную плату, но это совершенно небольшое вкрапление. Хочу сказать, что 13200 человек проходят через сферу культуры, через наше бюджетное как раз учреждение. И это возраст совершенно разный от маленьких детей до людей в возрасте, потому что и для пенсионеров, и для возрастной категории тоже созданы определенные условия, кружки, объединения, которые эффективно работают и в библиотеках, и в домах культуры. Это надо обратиться к мамам, папам, бабушкам, дедушкам, что вы тогда ищите эту информацию. Но вообще дело в том числе и нашего канала НТВ все-таки рассказать об этом подробнее и, конечно, с этой информацией познакомить. Это ведь сейчас очень важно. Все равно времена непростые всегда, и лишними деньги не бывают. И если можно ребенка отвезти в какие-то группы, занятия, кружки, которые будут бесплатны, мне кажется, это очень правильная и интересная вещь. Да, очень правильно. И я уже сказал о том, что это, в принципе, наш определенный пробел. Мы понимаем всю эту проблематику и будем в этом году вести большую, полномасштабную информационную кампанию, рассказывать о всем том разнообразии, которое могут предложить и дома культуры, библиотеки, наши школы искусства, музыкальные школы в том числе, для любой возрастной группы, для населения. Скорее всего, мы создадим еще электронный портал, единый портал культуры, который будет себя как раз включать, и вся информация там будет, и по времени работы этих кружков, домов культуры, по разнообразию как раз того, что они предлагают, все будет на электронном носителе, с хорошей навигацией, и также туда попадут те мероприятия культурно-массовые, которые тоже масштабные проходят на территории и района, и, соответственно, этих учреждений. Мы сегодня встретились в библиотеке, что, в общем, понятно. С одной стороны, это сфера как раз, о которой мы сегодня говорим, она для меня даже семейная. У меня теща, она директор библиотеки, причем в Подмосковье. И с теми проблемами, которые сталкиваются, я знаком. При том, что я понимаю, да, и разговариваю с ней, что достаточно серьезное финансирование со стороны губернатора. Там есть много проектов, которые посвящены именно библиотекам. С другой стороны, библиотеки, понятно, что сегодня библиотека – это не то, что мы привыкли там со своего детства. Это, скорее, уже такой центр, он и компьютеризированный, он уже и какой-то своеобразный клуб. Вот у вас происходят такие вещи? Мы с вами находимся в библиотеке номер один. Это библиотека города Одинцова, которая попала по поручению губернатора вот в этот проект перезагрузки нашей библиотеки. Мы с вами помним из моего детства, из вашего детства, когда приходили мы в библиотеку, то здесь были люстры, лепнина тяжелая, шторы на окнах, какие-то везде перегородки, какие-то уголки, подсобки, стеллажи, серванты, шкафы. То есть совершенно была такая тяжелая аура, не было пространства, не было того набора услуг, которые сейчас требуют от нас жителей. Самое страшное, Андрей Робертович, что не было той книжки, которую ты хотел взять. Ты стоял в очереди за каким-нибудь Конан Дойлем и так далее. И за нем две недели или три недели надо было охотиться. Совершенно верно. Не было никакой электронной очереди, никакой электронной библиотеки. Даже входная группа уже, собственно, ну не настораживала, но нас загоняло в определенные рамки. И рамки не свободы и воздуха, а вот такого тяжелого, можно сказать, немножко советского наследия. Попав в этот проект перезагрузки библиотек, мы с вами находимся в по-настоящему культурно-образовательном уже центре, где здесь любой возраст находит в себе. И по интересам, и по тому, чтобы они хотели получить от библиотеки, это и зал, где можно получить книги. И здесь есть достаточно помещений, в которых можно проводить круглые столы, встречи с интересными людьми, с писателями, презентации книг, мастер-классы, семинары. У нас здесь даже располагается центр робототехники, поэтому мы здесь так много и часто видим детей, молодежи. У нас получился центр, что-то среднее между каворкингом, антикафе и таким клубом по интересам. Если мы возьмем современную социологию, то в социологии есть такое понятие, как третье место. Первое место для нас – это всегда дом, семья. Второе место у нас, безусловно, работа. А третье место – это та точка, где собираются люди для вот такого неформального общения. В Англии – это пабы. Да, в Англии пабы у нас вот такие культурные центры, где какая-то особая атмосфера свободы, позитива, легкости. И вот такого неформального общения. У нас здесь совершенно прозрачные стекла, можно видеть с улицы, чем мы здесь занимаемся, открытые пространства внутри. Можно их форматировать под любые мероприятия. Библиотека теперь, она же стала центром, живет практически не в круглосуточном режиме, но до позднего вечера. Здесь и молодежный парламент, и общественные организации, супермамочки, и наши школьники, и дети, которые занимаются робототехникой. Ну и, безусловно, собственно, здесь много времени проводят и старшие поколения, которые, когда мы начинали проект перезагрузки, многие вещи воспринимали в штыки. Но по факту у них появился объект, в котором им так же, как и дома, уютно, спокойно, легко. Здесь даже есть кафе, и можно совместить свой досуг и с приятным, и полезным, и провести здесь большое количество времени. Вот так мы перезагружаем библиотеки и собираемся это делать и дальше. Именно по такому принципу, когда это полноценный центр притяжения людей всех возрастов. Да, я сегодня приехал сюда немного пораньше, еще функционировала библиотека, и очень много детей было. Это всегда, конечно, приятно, потому что ведь дети привыкают. Они, попадая в это пространство, попадая, если им интересно, они будут возвращаться сюда уже, когда вырастут, станут подростками. Мне кажется, это очень важно как раз с молодых лет, когда совсем с маленького возраста людей приучают уже к такому и общению, и такого рода проведению досуга. Я возвращаюсь к кружкам. Там у нас коллеги наши с журналистов ОТВ подготовили, ну, такие пожелания, что ли, да, там просто спрашивали людей, что бы им хотелось, да, какие кружки, чего есть, чего нет. Вот давайте посмотрим, ну и потом ответим, если там будут вопросы. Ну, совсем недавно у меня старшая дочь закончила музыкальную школу, ну и по многодетности мы посещали бесплатно, конечно. Сам у меня ребенок ходит, в принципе, на бесплатную секцию, на бокс. Замечательная лыжная секция на Лазутинке. Мы проживаем в Одинцовском районе, в Кубинке, и на самом деле мои дети занимаются во всех бесплатных кружках. И это очень радует, потому что я многодетная. Бассейн платный у нас, а на футбол он ходит бесплатно. У нас в библиотеке есть мастер-класс, мы там делаем разные подделки. Да, бесплатно, у них, да, мастер-классы бесплатные. Достаточно много делает наша администрация, большое ей за это спасибо, мы очень рады. Тут секции полно, тут и самбо есть, и джиу-джитсу, и кудо, и карате есть тут, и рукопашный бой, и бокс. Тут, в принципе, Одинцово-то, не знаю, тут все четко. Спасибо большое администрации Одинцовского района, на самом деле это очень удобно, очень выгодно, что все под боком. Мы, конечно, благодарны организаторам, и то, что об этом помнят, еще и, как говорится, о всех возрастах. Для таких вот маленьких, для нашего возраста, какого-то творчества, каких-то развивашек, вот, может, не хватает. Может быть, нашей администрации стоит об этом подумать. Слышу же пожелания пенсионеров об организации для нас, пенсионеров, кружка танцевального. Движения нам мало. Хочется танцевать. Это программа «Главная тема». Сегодня мы говорим с главой Одинцовского района Андреем Ивановым. Андрей Робертович, ну, танцы, хотя танцы, хотя мне кажется, что вот с танцами все очень просто. Я помню, даже я помню, когда ставили магнитофон на одной из окон, и во дворе там устраивали танцы. Главное, да. Под открытым возрастом. Да. Много чего есть, и вот люди говорят о том, что и водят детей в бесплатные кружки, и это и спорт, это и искусство. Вот насколько оно доступно? Все-таки доступно, потому что Одинцово – это не только город, это большой район, тем более сейчас это городской округ стал. Вот с этим как? С доступностью? Ну, критерии доступности, прежде всего, это когда Дом культуры располагается в шаговой доступности от того места, где проживаешь, и, соответственно, там можно получить весь набор того, о чем говорили люди. И это совершенно разные направления. Если посмотреть и сделать срез того, что есть в Домах культуры, на сегодняшний день это и творческие коллективы, и фольклор, и всевозможные дискуссионные клубы, и экологические секции, исторические, литературные кружки, и шахматы, и иностранный язык, и компьютерная грамотность. Поэтому спектр большой, и он расширяется с каждым годом в зависимости от того, что просят люди. Мы общую статистику, я вам уже озвучил, по количеству Домов культуры и библиотек, и наша задача, так как они исторически в советское время были расположены во всех поселениях, и обеспечивали, так скажем, все население вот этой социальной функции. Наша задача их приводить в порядок, модернизировать, создавать вот эти многофункциональные центры, и об этом тоже говорили люди в последнем ролике, который вы показывали. Люди ждут от нас, что можно будет не только сходить в литературный кружок, допустим, но и параллельно позаниматься спортом. И в этой связи хотел сразу привести пример нашего Дома культуры в Успенке. Как раз он попал в программу перезагрузки, модернизации. В результате этой реконструкции он увеличился в полтора раза, появились дополнительные площади. Помимо библиотеки, помимо актового зала на 300 посадочных мест, самым современным оборудованием, сценой, там появился еще и спортивный зал с мобильными трибунами, которые также используются в течение всего дня. Мобильные трибуны, которые раздвигаются на период проведения какого-то соревнования, а потом сдвигаются, чтобы не мешать для занятий спортом. Очень удобное и оказалось практичное решение. Не нужно создавать стационарные трибуны и займать много места. Ее можно всегда раздвигать, складывать. Там же появилось кафе, там же появились всевозможные помещения для мастер-классов, для изобразительного искусства и профессиональная студия звукозаписи. Вот именно такие сейчас центры и важны, особенно в сельских поселениях, в которых Дом культуры исторически являлся точкой притяжения для всех возрастов и во все времена. Такие центры мы будем строить и дальше. То есть их сейчас не хватает? Их сейчас не хватает, потому что нам удалось за последнее время привести в порядок и таким образом отреконструировать дома культуры, например, в поселке Санаторий Минигерцин, в Захарово, Захаровское поселение, деревня Захаров, Дом культуры, в Заречи, Дом культуры в Успенке. Мы перезагрузили библиотеку в городе Одинцу. У нас большое количество планов на ближайшие пять лет и по библиотекам, и по Домам культуры. И об этом я постараюсь сказать в течение нашего сегодняшнего разговора. Да, мы отдельно поговорим о том, что планируется. Поэтому основной критерий доступности – это, конечно, нахождение объекта рядом с соответствующего стандарта и наполнения по кружкам и секциям. Нам нужно просто выбить вот этот стереотип из понимания наших жителей о том, что Дом культуры – это максимум, значит, какой-то кружок фольклорного творчества и, наверное, изо. На самом деле это не так. Поэтому вот эта недоинформированность населения, конечно, на сегодняшний день перераспределяет поток и детей, и взрослых в кружки, так скажем, дополнительного образования за деньги. Очень важная тема, и вы ее затронули в самом начале нашего разговора – это кадры. Кадры – это люди, которые, собственно, всем этим и руководят, и ведут кружки. Вообще работа с детьми, если мы про детей говорим, да, вообще с людьми. Это вещь такая очень тонкая, особенно когда дело касается детей. Вот в этом направлении что вы делаете? Все-таки рядом есть Москва, большой такой центр протяжения, куда все равно, хотим мы или нет, люди тянутся, там больше возможностей, больше этих рабочих мест и так далее. Что администрация предпринимает, чтобы действительно талантливых, интересных людей оставлять здесь, чтобы они здесь работали? Ну, прежде всего мы пытаемся вот этой перезагрузкой и нашими ремонтами, реконструкциями создавать достойные условия для людей, которые работают в наших учреждениях. С Москвой бороться тяжело по заработной плате, тем более любой чиновник в бюджетных учреждения, конечно, зарегламентировано определенными коэффициентами, ставками и так далее. Но, тем не менее, есть возможность каких-то дополнительных мероприятий, проведения концертных программ, выездных спектаклей и так далее. Каждому Дому культуры, если есть такая инициатива, мы даем возможность где-то выступать. И в том числе, если это достойное произведение или спектакль, у нас и такие есть примеры, выездное мероприятие может быть еще и за билеты. То есть, людям продают билеты, а потом эти деньги идут на развитие данного культурного учреждения или какие-то премии поощрения сотрудников. Конечно, мы прорабатываем социальный пакет. Те возможности, которые есть у нас на территории, мы будем предоставлять и в системе образования, и в системе дошкольного образования, в системе здравоохранения, пытаясь создать максимально комфортные условия для наших педагогов и для всех, кто работает в Домах культуры. Пока эта программа социального пакета у нас в разработке, я думаю, что мы в этом году, в ближайшие месяцы после того, как пройдет объединение, всем нашим учреждениям ее презентуем и постараемся в чем-то соответствовать, а где-то быть чуть выше, интереснее, чем соседние территории или ближайшие районы Москвы. Социальный пакет особенно важен, мне кажется, для молодых людей. Что касается жилья и так далее, вряд ли где-то в Москве будут предоставлять такие возможности. И это всегда хорошо. А молодые люди, они всегда с идеями, особенно в этой области, мне кажется, креативные, как сейчас принято говорить. У нас есть еще один ролик, тоже наши коллеги подготовили. Это, если в первом, в основном говорили, как хорошо, то этот ролик о том, чего все-таки с точки зрения жителей не хватает. Кулинария, фитнес, это обязательно, бассейн, обязательно. И хотела бы вот закончить вот обработка фотографий, научиться правильно вот этим пользоваться. Компьютер, наверное. А почему? Ну, сейчас все же идет к тому, чтобы компьютер, через компьютер все общаешься. Рисованием, потому что я с детства хорошо рисую. Что можно было сделать в молодости, мы уже сделали. Поэтому сейчас самая главная задача – это воспитывать внуков. Ну, я бы хотела рисовать. И плавание. Я бы что-то выбрала с движением лучше, вплоть до того, что даже танцы. Я бы хотела научиться шить. Я бы выбрала, как бы мне с компьютером сладить. Роботы, техника или это что-то такое, чтобы своими руками делать. Экономическими вопросами, юридическими. Сейчас грамотность такая очень нужна, потому что время идет, и мы должны шагать в ногу со временем и вникать во все вопросы. Это программа «Главная тема». Сегодня мы говорим с главой Одинцовского района Андреем Ивановым. Вот, посмотрите, люди… Я услышал сразу, это компьютеры, и это действительно веяние времени, наверное. Пожилые люди, люди разного возраста, на самом деле, не хотят отставать, хотят быть, как принято у молодых, в тренде, хотят, понимают, что очень много возможностей, в том числе и для людей замечательного, вот этого возраста. У меня папе 80 лет, он с удовольствием освоил компьютер, интернет, занимается, и, по-моему, сидит больше даже, чем я. И второе, то, что связано с движением, это плавание, это фитнес и так далее. Тоже люди разных возрастов, которые хотят вести активный образ жизни. Очень радует, что все люди озвучивают именно ту концепцию, о которой я уже говорил, что все наши центры, они становятся многофункциональными. Всем хочется и заниматься спортом, и взять книгу в руки, и посидеть в кафе, и пойти на курсы компьютерной грамотности. Хочу сказать, что при каждом Доме культуры, который работает на нашей территории, есть вот эти объединения для людей возрасте или для пенсионеров. Ну, не знаю, в Дубковском Доме культуры это там золотой возраст объединения. В Ершовском Доме культуры это клуб ветеран. В Баковском Доме культуры это клуб ретро. Вот здесь, в библиотеке номер один, музыкальный клуб тоже с названием ретро, как раз для людей, которые в возрасте. И чем больше запросов, тем больше появляется этих объединений. Хочу сказать, что всего в целом у нас 800 клубных объединений на территории района разного возраста. Ну и, конечно, те люди в возрасте, которые просят раз, два, три, десять раз создать какое-то объединение, допустим, по кройке шитья, то оно появляется и, соответственно, в каком-то нашем учреждении культуры там активно развивается. Есть и компьютерная грамотность, и кройки шитья, и театральное искусство, и музыкальное объединение. И есть у нас даже несколько объединений и возможности создавать вот такие современные, ультрасовременные центры, где люди занимаются режиссурой, где снимают клипы, блоги делают, даже кино снимают, в том числе и с участием людей в возрасте. Поэтому этой программой мы занимаемся. Вообще считаю, что люди в возрасте – это такие, ну, по-настоящему носители традиций, особенно если это местная локация, город, деревня, село. И знаю даже многих, которые по 20-30 лет состоят в этих объединениях, ходят и занимаются тем или иным любимым делом. И несут тем самым вот эту традицию из поколения в поколение. Я бы даже сказал, что это вот эти люди в этом возрасте, так как они большую часть жизни в основном прожили именно здесь, они такие хранители патриотизма местных, я бы сказал. Совершенно верно. Это люди, что очень важно, помнят это место 30-40 лет назад, и помнят, как оно менялось и так далее. И это очень важно. И люди, которые это знание, с этим знанием делятся с младшим поколением. Совершенно верно. И на примере этого учреждения, где мы с вами находимся, где перемешаны потоки, здесь, безусловно, дети сталкиваются с пенсионерами, люди в возрасте с молодежью. Происходит вот такая синергия, интеграция всех возрастов, потоков. И в том числе как раз вот это наставничество, о чем вы говорите, оно здесь присутствует постоянно. И мы всячески этому содействуем, помогаем. И любой запрос на вот такое объединение и новый какой-то формат. Появились недавно шахматы, появились какие-то уже более современные запросы по музыке, по пению и так далее. Мы все это, безусловно, и дальше будем поддерживать и развивать. Хорошо, вы сказали, где встречаются люди пожилые с молодежью. Помните, замечательный Зиновий Герд в фильме «Место встречи изменить нельзя» говорит, когда его спрашивают, почему вы не поедете к своим родственникам в Киев? Он говорит, не могу, они старые. А старикам не надо жить вместе. Старики должны жить с молодыми. Я согласен. От этого польза и людям пожилым и молодым. Это вот вопросы мне принесли, которые сейчас поступали. Их очень много. Понятно, что на все мы не успеваем ответить в рамках нашей программы, но такие наиболее часто встречающиеся и наиболее интересные девочки выбрали. Первое. Можно ли летом организовать бесплатное занятие по рисованию на открытом воздухе в парке Лазутиной, например? Спрашивали. Парк Лазутиной, который мы с вами долго обсуждали в прошлой передаче. Мы там просто находились. Да, это наша жемчужина. Там постоянно действуют и работают различные секции и кружки, и скандинавская ходьба, и зарядкой люди занимаются, и детские школы, и по лыжам, и по роликам, и воркаутам люди занимаются в рамках объединений, секций. Все это происходит бесплатно. Что касается кружков рисования, то они у нас бесплатные, откроются, по-моему, 15 мая, проработают все лето, как, собственно, и в прошлом году, где-то до 15 сентября. Поэтому можно зайти на сайт парка Лазутиной и получить всю эту информацию. Или в социальных сетях. Также, бывая в парке, можно подойти к стойке администрации, либо спросить у администратора, либо увидеть расписание всех занятий на электронном табло. Тоже все доступно. Если есть у этого вопроса заявитель, что называется... Наверное, он есть. Мы можем туда странслировать... Бумажки нет. Странслировать всю информацию полную. В целом, на сайте администрации есть ссылка на парк Лазутиной. Там все эти бесплатные секции и кружки тоже обозначены. Еще один вопрос. Слышал, что дом офицеров хотят снести. Правда ли это? Или будет реконструкция? Все-таки это исторический объект для нас. Дом офицеров также является историческим объектом и для нас. Я в данном случае говорю про администрацию, про депутатский корпус. Мы также считаем, что это визитная карточка города Одинцово. И один из первых объектов, который появился после создания и первого строительства жилых домов, которые здесь появились. У дома офицеров существуют проблемы с внутренними коммуникациями, с фасадами, с крышей. Часть фундамента пришла в негодность. Мы поставили как план на ближайшие три года провести капитальный ремонт и реконструкцию именно в той парадигме, о которой я сегодня вам долго рассказывал. Сейчас проводим независимый инструментальный контроль. Если профессиональные специалисты нам скажут, что фундамент и стены перекрытия в удовлетворительном состоянии, их можно отремонтировать, скрепить, усилить и провести в дальнейшем ремонт, то мы обязательно сделаем многофункциональный там центр и обязательно спросим жителей и ветеранов и офицеров, которые там долгое время проводили свои мероприятия, о том, каким хотели они его видеть. Понятно, что здесь будет присутствовать многофункциональность. Мы сохраним вот этот уникальный зал, которым все долгие годы гордились. Здесь также все пустые пространства займем теми активностями, которые будут востребованы в Лоденцово. В том числе также смешаем потоки и ветеранов, и людей возрасте с молодежью. Нам также, как и Звенигруда, нужен обязательно дом молодежи, молодежный центр, где молодые люди от 12 лет и старше могли бы иметь такую свою штаб-квартиру для современных видов и творчества, и развлечения. Ну и в целом молодежи должен быть свой уголок. Сейчас мы считаем, что эта библиотека является домом молодежи, и потихонечку сюда все больше и больше молодых людей стягивается. Но хотелось бы для них, так же, как и для людей возраста, сделать вот свое, вот это третье место, свой еще дополнительный дом для проведения различных мероприятий и досуга. Ну и вот еще один вопрос, собственно, мы говорили о нехватке информации, и вот это подтверждает вопрос. Очень не хватает единого портала, в котором указаны все секции, кружки, действующие на территории района, а также информации о наличии бесплатных мест в них. Да, этот портал мы будем создавать, уже соответствующее поручение я дал, необходимо будет заложить и денежные средства на разработку этого портала, туда будет стекаться вся информация в электронном виде, и по педагогам, и по кружкам, и по свободным местам, и по какому-то дополнительному образованию, которое появляется там, в том числе заплатное, и по локации, и по ремонтам, и по всем культурно-массовым мероприятиям. Вы так быстро задаете вопросы, мы уже заканчиваем. Да, у нас заканчивается время. Наши 30 минут пролетели. Раз мы вышли на эту тему культуры, я бы хотел тогда быстро пройтись по тем планам, которые мы ставим для себя на ближайшие 5 лет. Это, ну, в первую очередь, мы не только ремонтируем, но и создаем новые объекты. И буквально в этом году начинаем строительство такого же уникального многофункционального центра культуры, спорта и образования в поселке Горки-10. Тоже появится спортивный зал, большой актовый зал, зал для кинопоказов, библиотека, МФЦ мы там же разместим. Это строительство уже начинается в этом году, сейчас вносятся определенные коррективы в проектную документацию. Также мы планируем построить дом культуры в поселке Усово-Тупик. Этот объект давно ждали наши жители. Там построены многоквартирные дома многие годы назад, но ни одного социально-культурного объекта там не находится. В этом году планируем закончить проектные работы и приступить к строительству в следующем году. Также мы планируем провести ремонт дома офицеров в Новом Городке, планируем провести ремонт библиотеки в Новом Городке. В городе Одинцово библиотека номер 2 встает у нас тоже на перезагрузку, на ремонт. Мы планируем создавать и дальше парки. И в этом году закончим проектирование и еще раз обсудим с жителями концепцию по благоустройству парка «Глазынинский лес». Это 8-й район города Одинцово. Планируем там провести реконструкцию мемориала воинской славы, создать дорожно-тропиночную сеть, места для летнего отдыха и летний кинотеатр. Еще раз повторю, эту концепцию нужно дополнительно обсудить с жителями и в 2020 году тоже начнем поэтапно благоустраивать. В этом году начнем первый этап благоустройства парков поселка «Горки-10». Тоже будет уникальное место для всего поселения Успенская. Четыре наших парков поселения Барвиха тоже закончим в этом году. И будут уже полноценные площадки для отдыха и развлечений для наших жителей. Большая программа у нас по Звенигороду. И произойдет строительство еще одной школы искусств в микровене Восточном. У нас появятся дополнительные кружки и секции в музыкальной школе имени Танеевой. Мы закончим реконструкцию Звенигородского музея и проведем там ремонт и откроем музей. Это все тоже в планах на ближайшее будущее. Но самое важное, что ждет Звенигород, это уникальный комплекс из восьми парковых зон. Ну да, Звенигород у нас же, как это, подмосковная Швейцария. Подмосковная Швейцария – это наша жемчужина, в которой, собственно, одной из основных точек роста будет как раз туризм. И об этом комплексе давно шла речь. Много наработок на сегодняшний день и много желаний у жителей и у администрации. Но только после объединения появятся дополнительные финансовые возможности для реализации этого проекта. Вот мы уже с вами коснулись Дома офицеров, которые тоже в планах ремонта. Конечно, хотелось бы строить и дополнительные школы искусств. Их тоже не хватает. Мы в этом году увеличим количество мест на 100 в Одинцово, потому что огромное количество желающих. Но все микрорайоны, которые строились последние 15 лет, они без школы искусств. Да, без школы искусств. Мы этого тоже вопросы касались неоднократно. О том, что нет детских садов, школ не было и поликлиник. И мы сейчас набираем обороты, пытаемся выровнять всю эту инфраструктуру, сделать соответствующий баланс. Ну и, как всегда, у нас культура везде и всюду по остаточному принципу. И поэтому уж точно у инвесторов и застройщиков не доходили руки ни до каких школ искусств. Они нужны. И постараемся все-таки в ближайшем будущем тоже найти соответствующие локации, земельные участки. И с поддержкой нашего губернатора и правительства Московской области, с финансовой поддержкой, прежде всего, все-таки достроить объекты и добавить еще вот эти места для, можно сказать, профессионального образования в сфере искусства и культуры. Да, мне кажется, что это очень важная тема. Вот вы сказали по остаточному принципу. Было, кстати, не только в тяжелые 90-е, когда вообще никакого, даже остаточного принципа не было. Но и в советское время, я помню, этот принцип тоже присутствовал. А на мой взгляд, да, это очень важная сфера. И это как раз сфера, которая влияет очень сильно на самоощущение граждан, на горожан, людей, которые живут. Это очень важная составляющая их жизни. Спасибо большое, Андрей Робертович. Глава Одинцовского района сегодня был в программе «Главная тема». Через неделю мы вновь встретимся. Будет у нас уже, мы намечаем уже новую тему, которую будем обсуждать. Так что следите, задавайте свои вопросы. Мы постараемся на все ответить. На те, которые не ответим, обязательно ответы на эти вопросы появятся в средствах массовой информации. И на телеканале, и в газетах. Поэтому следите и смотрите нас. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо.